День добрый, утро доброе, кому вечер, любое время суток. На связи, четверг, Леонардо сидит на связи. Сегодня мы продолжаем говорить о том, что мы делаем, какие у нас изменения в школе, и расскажу я вам именно удаленное получение пермита, то есть удаленное получение LDT-сертификата и удаленное обучение получения пермита в DMV. Далее, что у нас с вами происходит, то, что все равно у нас бизнес с вами такой, именно трак-драйвер, бизнес. Водители работают. Все равно, что сейчас немножко и просилась, но все равно это хорошие деньги. Деньги зарабатывают, водители зарабатывают нормально. Поэтому здесь мы с вами должны посчитать, допустим, и обучение, какая-то сумма денег стоит. И мы вкладываем эти деньги, и все первых двух месяцев мы эти деньги возвращаем и уже работаем на себя. Даже полтора месяца хватает, как правило. трак-драйверы. Поэтому здесь выгодно, сегодня всегда выгодно, то есть эта работа всегда будет идти. Даже в пандемию трак-драйверы не стояли, работали, понимаете. То есть эта работа всегда, потому что все грузы в Америке перевозятся именно на траках, то есть большая часть грузов на траках, потому что здесь железная дорога не развита, допустим, как в России, там в Украине где-то железная дорога не развита. Видимо, когда Конгресс принимал решение, куда направить развитие перевозки в железную дорогу или в автомобильную дорогу, большинство было в Конгрессе тех, кто проголосал за автомобильную дорогу, и таким образом получилось, что железная дорога отстала, и поэтому автомобили здесь перевозят все. Все, значит, и что еще хочется сказать, значит, так как здесь хорошие деньги зарабатывают, сейчас очень много приезжает украинцев, которые уже по Европе ездили, и имеют опыт работы, они, конечно, хотят работать в этом бизнесе, вот получить права. Да, и вот там, где вот происходит такое движуха, всегда появляется что-то левое, все-таки аферы появляются. Значит, и мы вот 23 года в этом бизнесе, мы это уже видели, мы насмотрелись на это, значит, появляются школы однодневки такие, знаете, ну, не один день, она там будет какое-то время работать, школа, а в разных штатах появляются эти школы, значит, люди туда приезжают, не зная английского совершенно, и они сдают экзамены, якобы сдают экзамены, просто школа им ставит, что они сдали экзамен, хотя экзамены никакие не сдавали. До поры до времени, да, это работает, то есть хорошо, я там быстро получил права, я ничего не сдавал, я ничего не умею, я ничего не знаю, мне ничего не надо, и английского языка не надо. Значит, что происходит дальше? Так как сейчас школы под федеральным наблюдением, значит, федералы очень просто, они следят за этим делом, там, где школы появляются, какое-то время приходит туда проверочка, она может даже негласная проверочка, школу закрывают, просто закрывают школу, в лучшем случае там никого не сажают, а просто школу закрывают. Ну, в принципе, та школа, которая для этого открылась, ей это нормально, они это знают прекрасно, школа закрывается, и все, кто получал права в этой школе, сдавали экзамены, всем им аннулируют права, просто аннулируют права, и в результате им приходится переучиться, заново все сдавать, и дают время все заново сдавать. К нам иногда приезжают такие люди, да, он там ездил, уже все, права у него есть, все дела, его лишили прав. Начинают с ним разговаривать, неграмотно на английском вообще ничего не знают, ни одного слова не можно сказать, ни одного. Это понятно, что он получил за взятки. Теперь далее. Значит, на дорогах сейчас очень много и практикуются, полицейские проверяют именно английский язык, они проверяют, как вы можете знать при Trip Inspection на английском языке. То есть очень большой наплыв иммигрантов, иммигрантов, не знающих английский язык, а по законам Америки, если вы не знаете английский язык, вы не имеете права вводить трак. Значит, они проверяют, проверяют, как вы знаете английский язык. Очень часто бывает такое, что человек не знает английский язык, и он достаёт телефон, набирает друга, говорит, вот мне телефон, пожалуйста, поговорите с моим другом, я не знаю английский язык. Порядка, как ты не знаешь английский язык. И он даже не ожидает суда, он делает cancel drive-lice, обрежет её всё. Вот, и на снос это управляет, что человек совершенно не знает английский язык, и его лишают прав за это. Значит, мы разговариваем иногда, говорю, ну, ты же не знаешь английский язык, как ты можешь читать? Говорит, ну, и что я не знаю английский язык? Ну, подумаешь. Есть переводчик, я говорю, да, конечно, ты едешь, вдруг ты видишь какой-то знак, на чём-то написано, ты остановил посреди дороги, взял телефон, начинаешь переводить. Здорово, вообще будешь хорошо работать. Значит, о чём я-то говорю? То есть, ну, когда нам, с нами связываются и спрашивают, у меня плохой английский язык, это не проблема, я всегда говорю, да, это хорошо, ты будешь учиться, не проблема. После нашей школы мы даём тот мини-мини-морум, который вам необходимо для общения с полицейским. Он не будет спрашивать, какой у вас дом, что у вас в квартире стоит, какая у вас мебель и прочее, прочее. Вам это не обязательно знать. Но по траку он будет спрашивать. И если, допустим, он видит, что вы не знаете английский язык, но он не может начать вас спрашивать о вашем доме и написать, что вы не знаете английский язык, нет. Он будет спрашивать вас про трак именно в рамках DIT-инспекции. То есть, он говорит, сделай мне DIT-инспекцию. И вы начинаете делать, что-то говорите. Это не значит, что вы должны такую крутую DIT-инспекцию сделать. Но вы начали делать. Пару-тройку слов сказали. Он понимает, что вы знаете это все. Он не может вам написать, что вы не говорите в английском. Он не лишит вас прав. Поэтому там, где вам предлагают за взятки взять, пожалуйста, вы можете выиграть время. Пожалуйста, не проблема. Но вы потом потеряете права. А вот это сложно. Потому что могут вас лишить и на большее время. Поэтому будьте с этим осторожны. Еще у нас возобновилась программа. Программа по финансированию. Много пока мы не берем людей. Но пока есть возможность финансирования людей. То есть, вы свяжетесь с нами. Если мы вас пропускаем на финансирование, мы финансируем. Конечно, мы предпочтения больше даем людям, которые уже есть опыт работы в Европе. Мы им даем предпочтения. Конечно, они имеют первоначальный, первостепенный финансирование. Поэтому таким образом. Сейчас я передам уже слово нашему адвокату Геннадию. Потому что тогда, когда вы заканчиваете нашу школу, вы не пропадаете. И если у вас какие-то проблемы, то вы связываетесь с нашим адвокатом. И он вам помогает решать эти проблемы, вплоть до ваших генерационных проблем. Но это не значит, что он возьмет ваши кейсы и будет работать. Нет. Но он всегда вам подскажет, что надо сделать. Пожалуйста, Геннадий. Господа, кто меня не знает, надеюсь, вы меня слышите. Меня зовут Геннадий Сериков. Я адвокат Леонардо Сидиэлла. Я работаю уже адвокатом 22 года во Флориде. И до этого 10 лет работал в Москве. Значит, я хочу немного остановиться на том, что Евгений сказал, с чем я сталкиваюсь в практике. Каким образом отсутствие английского языка, элементарного, может навредить вам? Значит, если полицейский D.O.T. инспектор или федеральный инспектор понимает, что вы не говорите, я продолжаю. Я думаю, что вы меня не потеряли еще. Значит, как это происходит? Очень просто. Большинство людей, моих клиентов, они сами подставляются. Что они делают? Они делают вот такой жест. Поговорите, пожалуйста, с моим другом, он на телефоне. Для работника полиции это означает, что человек не говорит, не понимает по-английски. И он ему выписывает специальный штраф или тикет, который говорит о том, что он не может управлять. Самое страшное, он может сказать, ты не можешь управлять транспортным средством, я ставлю твой грузовик, я ставлю твой прицеп на штрафную стоянку, и пока не приедет другой водитель, груз будет стоять там. Это самое страшное. Ну, обычно, что они делают? Они выписывают этот штраф. Там нет как такового наказания финансового. Что там есть? Через месяц клиент должен доказать, что он достаточно говорит по-английски, чтобы понимать то, что говорит ему инспектор, заполнить необходимые документы по грузу и понимать значение дорожных знаков. Это то, о чем сказал Евгений. Вы едете. Обычно это так происходит. На бегущей дорожке написано, что твой трак должен заехать на весовую. А другое, твой трак не должен заехать на весовую. Там примерно 3 секунды, чтобы понять, что это твой трак. Я сам работал водителем. Год целый. Или 3 секунды понять, что тебе нужно ехать прямо. Это независимо от того, есть ли транспандер. То есть в кабине стоит такой красный, ты заезжаешь взвешиваться, зеленый проезжаешь. Иногда это независимо от этого тебя отправляют туда. Если ты не понял, тебя останавливают, и начинается вот эта вся чахарда. Вот об этом говорил Евгений. Еще один момент. Я коснусь зарплаты, которую Евгений тоже затронул незначительно. Что бизнес, как правильно по-русски, просел. И не получают сейчас 12 тысяч водителей грузовиков, а получают 8. Но я просто из своего опыта. Значит, чтобы опять стать адвокатом в Соединенных Штатах, после того, как я закончил МГУ, я приехал, мне было 32 года, мне потребовалось почти 10 лет. Средний мой заработок, как адвоката, у меня была своя компания, был в районе 200 тысяч долларов в год. Чуть больше, чуть меньше, но в среднем в районе 200 тысяч. И шел я к этому почти 10 лет. Зарплата адвоката, допустим, сейчас, она так и осталась. Зарплата водителя грузовика, даже если вы получаете 10 тысяч и 2 месяца отдыхаете, все равно 100 тысяч. Но я заплатил за свое обучение в то время 50 тысяч долларов, учился 3 года. Вы заплатите, включая все ваши расходы, наверное, в районе 10 тысяч долларов, включая еду, проживание, машину, если вам нужна. И будете получать, наверное, 6-8 тысяч на ближайшее время. Поэтому это вот на интернете я видел, какие-то озлобленные люди пишут, что что же мне только осталось, что идти и быть водителем грузовика. Ответ нет, дамы и господа, это выбор. Это не то, что я больше вот прям упал на дно, на самое, и прям вот пошел и стал водителем грузовика. Нет, дамы и господа, так не бывает. Это выбор, за который вы платите. И надо учиться. Часть приходит к нам и говорит, вот я дал денег, дайте мне права. Они не продаются. А если они продаются, то они очень дорого стоят для вас в будущем. Опять по той же причине. Ну, хорошо, вы купили права и вы ищете себе работу. Сейчас меньше работы, чем было год назад, к примеру. Но никто вам просто не даст ключи от грузовика. Они скажут, ты крутой парень из России, Украины, Узбекистана, Таджикистана, и ты прям сял и поехал. Этот 45-тонный грузовик повел в Калифорнию из Маят. Такого не будет. Вам дадут инструктора, который будет у вас учить неделю. И пока он не подпишет то, что вы в состоянии ехать сами, владелец компании и владелец грузовика его вам не даст. Вот стоит 150 тысяч долларов прицеп, еще 50 тысяч долларов. Груз я уже не считаю. Рисковать с вами никто не будет. Поэтому, вот, Евгений, мы пытаемся сделать так, чтобы, допустим, когда вы вышли, вы умеете управлять грузовиком. В нашей школе только по дорогам в Флориде вы проедете 7 часов. Будете есть целую неделю по часу. После того, как научитесь управлять грузовиком зад-вперед. И вот это, это среднее. Обычно 4 часов хватает, чтобы как-то понять, что ты делаешь. Но 7 часов это как раз достаточно, чтобы сдать. И второе, опять же, вот эти инспекции и уверенность в работе. Вот чего мы добиваемся, чтобы была специальность, за которую вы уже не будете переживать. Теперь я бы хотел вернуться к более иммиграционной позиции нашего бизнеса. Дамы и господа, из Украины или с Украины, я не знаю, как правильно сказать. Значит, у вас есть UHP, Ukrainian Humanitarian Rule. Он дает вам возможность работать. У нас каждый день это спрашивают у Евгения. Да, но вы не можете получить права на коммерческий грузовик, пока у вас не будет разрешения на работу. Поэтому как только вы его получите, или когда вы уже близко к его получению, тогда вы можете уже обращаться к нам, и мы можем начинать вас обучать. Второе, с чем сейчас мы будем сталкиваться, опять я говорю для тех, кто приехал с Украины, потому что у других нет таких льгот по получению разрешения на работу и вот этого пароля. Значит, если вы получили уже UHP год назад, и по какой-то причине вам дали только на год и разрешение на работу на год, пожалуйста, подавайте на продление разрешения на работу за полгода до окончания. Если не подадите, а подадите на следующий день после окончания, то уже никто вам не сможет помочь, вы будете ждать нового разрешения на работу уже, как и все, от 9 до 12 месяцев может быть больше. Поэтому ваша карьера, если у вас были права, она будет закончена. Только вчера мне звонили, у них осталось 4 дня, чтобы подать, но на момент, пока они получат извещение из иммиграционной службы, что дело в продлении, они могут продлить разрешение, пройдет несколько месяцев. А для тех, кто опоздал, подал на следующий день, то это тяжело. Поэтому, если у вас есть адвокат, то он должен это знать. Если у вас нет адвоката, то вы должны это знать, потому что мне говорят, что у нас автоматически должны продлить. Автоматически только двери в метро закрываются. И также ваша возможность работать. Поэтому, пожалуйста, держите это под контролем. Значит, еще один момент. У нас есть компании, которые будут за вас оплачивать, но, как Евгений уже сказал, они не будут оплачивать первое все, а второе предпочтение они будут давать тем водителям, которые уже работали по Европе. У них есть какой-то опыт управления грозовиком, навигации и как жить на дороге. Поэтому я думаю, что им и будет даваться преимущество. Но тем, кто будет попадать на эту программу, им нужно будет договариваться с работодателем, который будет платить за них, подписывать контракт, в котором будет написано, сколько вы договорились будете работать на эту компанию. и часть денег, наверное, от 20 до 30 процентов вам придется платить из своего кармана, потому что из моего опыта в Америке, если вы не положили что-то на стол из своего кармана, то вас и не интересует конечный результат. Поэтому готовьтесь тоже что-то платить из своего кармана. Еще один момент, который вам обязательно нужно знать, это то, что у вас в ряде штатов мы столкнулись с тем, потому что каждый штат – отдельное государство. Например, часть из них не дадут вам водительские права от того, что у вас осталось меньше полгода на вашем разрешении на работу. Это их право. Право они или нет, судья решают. В некоторых штатах без грин-карты вам не дадут. В некоторых штатах вам не дадут начать учиться на водителя грузовика, если у вас нет больше года стажа с обычными правами. Класс D или класс И в разных штатах. А в других еще по-другому. Поэтому имейте это в виду. Когда вы обращаетесь в свой штат, поговорите с теми людьми, которые этим занимаются, и спросите, а вообще могу ли я здесь вообще получить права? Ответ может быть да, но при таких условиях. Или как в Нью-Йорке, Мещигане и другие. Все вроде нормально, но нужно сдавать в ГАИ, в ДНГ. И эта процедура может занять только, чтобы назначить на сдачу прав, на теорию. Но может пройти 45 дней. Поэтому, дамы и господа, когда вы приезжаете к нам, и часть пытается сказать, я мог бы получить у себя, пожалуйста, если бы вы могли получить у себя, вы бы к нам не приезжали, первое. А второе, так как я давно в стране, и давно в этом бизнесе, поверьте мне, большинство школ просто не возьмут вас без определенного уровня английского по одной простой причине, потому что обучение в большинстве школ американских, я их назову так, оно оплачивается крупными компаниями. И эти крупные компании даже не дадут вам пойти в эту школу и оплатить за вас, пока не вы пройдете курс английского языка, пока вы не сдадите английский по телефону, пока вы им не представите свой драйвинг-рекорд. За последние 5-10 лет у вас нет этого рекорда, поэтому с вами разговаривать никто не будет. И даже если вы сможете просочиться как-то в эту школу, потому что ваш друг за вас ответил что-то на телефоне, там эта свистопляска начнется по новой. Если они поймут, что вы не говорите достаточно свободно на английском языке, вас просто удалят из этой школы, и вы все потеряете. И поездку, и прочее. Поэтому, когда говорят, что я могу где-то еще закончить, можете, но это в большинстве случаев будет незаконно и чревато тем, что вы можете потерять права. И второе, вы не будете достаточно подготовлены для того, чтобы участвовать в этой нелегкой профессии. Но подробности вам расскажет, что мы можем для вас сделать. Евгений, я сейчас передаю слово. Спасибо, Агент. Значит, смотрите, первый ваш шаг. Сейчас я вам сделаю экран. Первый ваш шаг – это получить сертификат. Сейчас я экран поделюсь. Вот, получить сертификат LDT. Это вышло с того года, 7 февраля. Но это надо обязательно. Значит, мы сделали сертификат на нескольких языках. Можно будет сдавать. Это на русском, сейчас вы видите. Это на украинском. Мы единственное, кто вообще на украинском сделал. И на испанском, и на английском. На трех языках можете сдавать сертификат. Это разрешено. Сертификат мы вам описываем. А нас многие спрашивают, а вот этот сертификат у вас в другом штате будет? Действительно. Да, он действительно по всей Америке. Он действительно по всей Америке. Поэтому таким образом сертификат, я вам сейчас его покажу. Вот такой сертификат мы выписываем по всей Америке. Поэтому, значит, имейте в виду, что вы можете получать сертификат. Значит, теперь давайте перейдем к тому, что мы с вами получаем сертификат. Как это сдать? И каким образом вы можете его получить? И что вам это дает? Значит, первое. Вот вы заходите в ldt-russian.com. Вы заходите на этот сайт. Это вот все на русском. Все правильно говорится. Делаете платеж сначала. Делаете платеж. После того, как вы сделали платеж, там идет регистрация. Идет регистрация. И идет оплата за сертификат. 285 долларов сегодня. Значит, и как только вы сделали, вы сразу попадаете на страницу. Вам пробный тест и тест. Вы имеете вот сюда вход. Здесь появится ваше имя. Значит, здесь у вас будет вход. Значит, как это готовится? Смотрите, заходим, допустим, в пробный тест. Пробный тест. Вы можете тренироваться здесь сколько угодно. Кликайте на ориентацию, допустим, номер 1. У вас открывается вот такая вот страница. Такая страница у вас открывается. Здесь 10 вопросов. 10 вопросов. Вы на них отвечаете. Вы на них отвечаете. Смотрите. Очень легко ответить на вопросы. Посмотрите. Первое читаем. Грузоперевозки освобождены от государственного регулирования. Естественно, нет. Это понятный вопрос. Вопрос почти понятен. Для получения CDL вы должны пройти теорию и практику. Ну, естественно, да, конечно. В какой из категорий требуются специальные отметки CDL? Вот если вы увидите в ответе все вышеперечисленное, можете даже не заморачиваться, ставьте правильный ответ. Видите, вот здесь опять. Все вышеперечисленное. Даже не читаю. Просто ставьте ответ. Дальше. Вы можете управлять грузовым автомобилем без новинственной страховки? Естественно, нет. Знанием пневматических тормозов необходимо дроуправлением, коммерческим транспортным средством, оснащенным пневматическими тормозами. То есть здесь, видите, ответ уже сразу в вопросе. Естественно, да. Серьезным дисквалифицирующим нарушением является. То есть за что вас могут лишить прав? Ну, это везде понятно. Покинуть место аварии. Видите, правильно все мы отвечаем. Прицеп на двух осях. Давайте я сейчас неправильно отвечу. Допустим, я скажу, что это полуприцеп. У две оси это полный прицеп. Это полуприцеп. Видите, там показывает правильный ответ. И неправильный ответ мы нажали. Мы уже знаем, какой правильный ответ. Водитель коммерческого автомобиля подлежит тестированию наркотико-оркоголю. Естественно, да, подлежит. Значит, если двигатель расположен впереди кабина, это обычный грузовик. Все, видите, мы ответили. Делаем ответить. Значит, мы должны здесь ставить, значит, email обязательно. Так, номер телефона. Я смешно назвал свой. Вот мой номер телефона. Да, без этого мы не сможем. Вот мы ответили, посмотрели правильно, ответим. Да, мы смотрим, у нас результат 90%. Проходной балл 80%. Да, то есть мы прошли. Значит, теперь мы смотрим, показать ответы. Да, вот видите, мы смотрим наши ответы. Да, мы смотрим наши ответы. Проще простого. Переходим на сайт снова. Делаем тест. Открываем тест. Открываем тест. Видите, то же самое. То же самое. Мы открываем. Также первую главу открываем. Здесь уже записываем. Здесь уже надо ваш email, телефон ввести. Значит, и те же самые ответы здесь. Те же самые ответы. Вы уже помните, как у нас с вами это все проходило. Те же самые ответы ставите. То есть не сдать практически невозможно. Долго сдавать тоже невозможно. Еще есть такая вещь. Ну, смотрите. Здесь есть экспресс-тест. То есть если здесь вам придется каждый раз заполнять ваши фамилии, имя, отчество, email и телефон, то если вы откроете экспресс-тест, вот мы сюда кликаем, открывается экспресс-тест, то здесь вы один раз вводите свое имя, email, номер телефона. И все главы идут по очереди, видишь, вот видите, прошел вторая глава и прочее. То есть мы здесь с вами прошли, сориентировались, то есть пробный тест сделали, перешли на экспресс-тест и заполняем. Но здесь важно, что экспресс-тест вы должны его открыть в одном браузере, в одном браузере и на одном девайсе, то есть в компьютере или телефоне, потому что если вы перейдете на другой компьютер, то что вы здесь, это не сохранится. Поэтому это экспресс, его надо быстро пройти. Как правило, пару часов вас, если не меньше, займет, чтобы все это сдать. Тут проблем вообще нет. То есть вот таким образом вы сдали тесты, после чего вы, когда зарегистрировались, вы попадаете в нашу базу данных, мы следим за вами, как вы сдаете тест. Как только вы сдали тест, как только вы сдали тест, мы видим, что вы сдали. Мы вам высылаем на email именно сертификат, как я показывал, и регистрируем. Самое главное, вас регистрируем в базе данных, в федеральной базе данных, вот именно по тому, что LDT вы тест-теорию сдали. И вы можете спокойно обучаться в любой школе, уже это дальнейшее ваше решение. То есть здесь по-другому никак быть не может. Итак, смотрите, то есть первое, что вы сделали, вы получили этот LDT-сертификат. Не выходя из дома, вы его получили. Если кто хочет на английском, если на английском, не проблема. Значит, было то же самое, так же, кстати, сдается. Значит, теперь мы с вами должны получить следующий шаг, это пермит. То есть у нас с вами был пермит, значит, мы теперь должны получить пермит. Значит, смотрите, у нас есть, значит, у нас с вами есть сайт BrickOfAmerica.com. Вот мы заходим на него. Вот здесь есть видео, есть видео, там рассказываю я, как вы должны все это делать, чтобы получить пермит. Значит, и сейчас я вам просто покажу, как это делается. В первую очередь вы должны зарегистрироваться. Вот когда зарегистрировались, вот здесь появляется ваше имя. Дальше, вы кликаете на пермит. Кликайте на пермит. Вот, мы предлагаем вам планы. Значит, смотрите, мы предлагаем вам планы. Смотреть планы, да? Смотрим планы. Предлагаем два вида плана. Первый план, это 395 долларов подготовка онлайн. Что в это входит? Значит, это входит, что мы вам даем видео, мы вам даем видео, где наши педагоги, педагог рассказывает, как пользоваться ключевыми словами. И вы скачиваете эти ключевые слова, что самое главное, скачиваете ключевые слова и самостоятельно готовитесь к пермит, получению пермита в DMV. Значит, там три теста, General Knowledge и Break Combination. Вы должны сдать 50 вопросов. Это General Knowledge, 25 Air Break и 20 Combination. Вы должны эти сдать. Наш способ позволяет вам, позволяет вам с помощью ключевых слов подготовиться и сдать эти тесты без проблем. Если, взяв этот план, если вы, допустим, у вас какие-то возникают вопросы, там есть телефон, вы нам звоните, мы всегда вам поможем, подскажем, если что-то не получается. Это не проблема. Второй план, это у нас подготовка онлайн с преподавателем. То есть, это у нас включает вот этот план, который вы, там появляется у вас видео, видео появляется. Значит, и, но здесь мы еще вам даем 12 часов, 12 часов мы вам даем подготовку с преподавателем. Преподаватель занимается с вами 12 часов по Zoom, и, значит, вы с ним занимаетесь, он вас готовит к тому, чтобы вы сдали экзамен. То есть, это более углубленное, углубленное. Итак, смотрите, то есть, что у нас получается. Вы оплатили и оплатили, и вы теперь готовы, уже готовы сдавать экзамены, да. Вот теперь смотрите, то есть, вот вы оплатили, здесь появилось ваше имя, вы оплатили. И когда вы кликаете на, уже на пермит, да, вот видите, здесь у нас получается наше вот удаленное обучение. То есть, вы здесь открываете, сейчас вам девочки покажут, открываете, тренируетесь. И здесь есть видео, если вы открываете видео, вот смотрите, вы открываете видео. Значит, да, вот здесь есть показано видео, по которым вы можете обучаться. Вот вы обучаетесь, вот 6 видео, вы их обучаетесь. А дальше вы тренируетесь по ключевым словам. Сейчас я слово передаю Оксане и Рите, это наши педагоги, и они вам сейчас покажут, каким же образом вот работают эти ключевые слова и как легко можно сдать, именно вот используя ключевые слова. Пожалуйста, девочки. Всем доброго времени суток. Маргарита, слышно, да? Да, да, меня слышно. Всем добрый день, поздоровалась. Надеюсь, что слышно. Да, прекрасно. Значит, по поводу ключевых слов, да, как это вообще происходит, вы можете посмотреть на видео. И сейчас мы с вами покажем вместе с Ксенией, как у нас это выглядит. Так, одну минуту. Не все так страшно. Видно мой экран? Да, видно. Хорошо. Я надеюсь. Да, значит, смотрите, вот как уже сказала Евгения, если вы покупаете там курс онлайн, да, то, соответственно, распечатываете ключевые слова, и там эти ключевые слова все расположены в алфавитном порядке. И вот чтобы вам как бы их найти было, чтобы, да, чтобы много времени на это не тратили. То есть как раз этот видеокурс, он позволяет вам очень быстро пройти, отметить нужные ответы и посмотреть, как это делать правильно и быстро. Вот, как это работает у нас в классе, например, да, когда к нам ребят приходят, они учатся, соответственно, как мы здесь работаем. Сейчас я хочу вам показать вот 10 вопросов. Это тест у нас Air Breaks. И как это, да, выглядит все. Смотрите, здесь у нас вопросы с вами представлены, да, ответы. В 80% случаев, наверное, мы на вопрос практически не смотрим, то есть мы заучиваем просто ответы, а именно ключевые слова. Они у нас здесь представлены внизу. Сейчас я вот их покажу. Anytime, never, whenever, when. Как правило, 95% случаев – это наш верный ответ. В остальных 5% мы даем такую устойчивую ассоциацию, чтобы вы точно не выбрали случайно, да, потому что вы знаете, что вот эти слова, они ключевые. Вот, поэтому здесь мы, собственно, про, как Ксения говорит, семейку времени запоминаем. Да, семейку времени. Далее, 150, 150, как бы, да, ну, как запомнить, все по разному ассоциацию, как бы, делают, кому что ближе. Ну, например, не знаю, там, ты хочешь зарабатывать 150 тысяч долларов там в год, ну, к примеру, от 150. Ну, вот, собственно, пожалуйста, запоминай. Дальше, break failure, неисправные тормоза. Я, как бы, запоминала fail, выбрала fail, потому что знаю, что если я не выберу этот break fail, это будет epic fail, потому что это будет провал. Да, потому что, потому что, да, это ключевое слово четыре раза у нас повторяется, то есть это ваш четыре поинта. Далее, ключевое слово, элоз. Ну, здесь оно короткое, маленькое, запоминается трудно, но для русскоговорящих была ассоциация лось, все прекрасно справлялись с этим занятием, заданием. Далее, драм, драм-барабан, ну, как бы, да, есть там ключевые слова, которые с этим словом у нас, они работают, да. Драм, драм-бэйс, у кого-то, не знаю, в жизни, может быть, драма какая-то происходит, ну, в общем, как-то, как-то запоминаем, да, так, как вам именно удобно. Далее, спринг, я запоминала это как весну, но здесь, конечно, речь про пружины. И тэнкс, в танчики все играли, наверное, процентов 80 мужчин точно, поэтому не составляет особого труда провести ассоциацию с этим. Вот сейчас мы с вами проговорили, Ксения, давайте, пожалуйста, с вами попробуем ответить на вопросы и показать, как это работает. Что запомнили? Ну, 150, я запомнила, конечно же, 150 тысяч долларов, с удовольствием, я согласна с такой зарплатой. 150, хорошо. Ну, моя любимая семейка появляется, семейка времени, never, ever. Never, хорошо. И снова классно, что повторяется, вот я вижу в следующем вопросе, повторяется 150, конечно же, еще, еще 150. Все верно. Далее, хорошо, ну, ассоциацию запомнила, чтобы не было fail, я выберу fail, break, fail. Да, break, fail. Break, fail. Ну, и снова семейка, кто-то из семьи, мама или папа, whenever. Все верно, whenever. А лось? А лось. А лось, а где лось? А лось. А лось в Вайоминге, знаете, когда там едешь, наверное. Животных там очень много. Драм-барабан, без драмы. Да, здесь мы выбираем break, drum, or disk, хорошо. Повторяется never, классно. Да, повторяется по два, по три раза некоторые слова, поэтому в целом вы учите не триста с лишним от ветра, а поменьше гораздо. Ну, и снова fail. Смотрите. Да, все верно. Break, fail. Да, все верно. Break, fail. Ключевое слово. Хорошо. Ну, про пружины не подумала бы. Про весну, весна, в душе весна. Spring. Да. И в танчики играют девочки и мальчики, поэтому thanks. Да, все верно. И здесь мы с вами выбираем airtanks, tanks берем. И, собственно говоря, вот так по 10 вопросов мы с вами изучаем. Допустим, тест, например, general knowledge, там 4 части включено. Вот мы разбили их на 4, то есть у вас, допустим, в первой части 75 вопросов. И вот таким по 10, понемножечку, да, 10 вопросов вы, допустим, смотрите, выписываете, запоминаете, потом повторяете. Потом следующие 10 вопросов, следующие, так пока до 75 не догоняете. То есть так, чтобы, допустим, взять, открыть тест, все вопросы 75 выписать и попробовать что-то запомнить, ну, наверное, не очень получится. Ну, хотя, как бы, в зависимости от ваших способностей, конечно. Ну, как бы мы здесь, допустим, учим по 10, и в течение какого-то времени, да, этот тест, он лучше откладывается в вашей голове. Вот, собственно говоря, так у нас происходит обучение оффлайн и онлайн. Вот, поэтому, если есть какие-то вопросы, то пишите, можете написать в чат. Вот, а я слово тогда передаю Евгению. До свидания. Спасибо, девочки. Ну, вот видите, так вот понятно, как, в общем-то, не надо учить эти все ответы, вопросы, а просто спокойно вы можете вот таким образом с помощью ключевых слов, с помощью ключевых слов, вы можете спокойно сдавать и получать пермиты. Значит, следующий у нас вебинар будет 30 марта, 30 марта. Значит, также 12 часов времени у Нью-Йоркского, у нас мое Нью-Йоркское время. Значит, под видео есть все на Ютьюбе, есть все ссылки на наши сайты, и мой номер телефона, можете всегда звонить. Сейчас я с вами прощаюсь, всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok